а здрасте друзья всем привет улей у нас продолжается золотой колос и юбилейная можно сказать 30 серия у нас это замечательного прохождения выходит в свет да и у нас 8 утра 39 день даже четверг почему-то не знаю почему ну да ладно это неважно у нас есть 37 поле как на котором растет рожь и у нас есть контракт на рожь но это еще не все еще друзья у нас есть рисовые чеки и здесь у нас посаженный рис правда он еще не вырос потому что много времени потратил на то чтобы его посеять что-то тут уже а созрел на 71 процента что-то уже выросла но еще не до конца в любом случае пока что мы его трогать не будем пускай он здесь растет продолжает расти хотя с этого человека воду на самом деле уже можно сливать раз он созрел поэтому давайте отсюда мы воду спустим я в общем то не знаю как это работает прикол в том что первая стадия созревания вот этого вот куска который здесь видите граница есть да он у меня появился еще до того как я начал сюда воду заливать может он вырос бы и без воды хрен его знает как это работает ну ладно короче здесь вода пусть сливается потом мы займемся уборкой у нас есть еще кстати шестое поле сейчас мы до него добежим по берегу что называется здесь у нас тоже растет рожь и опять-таки контрактик у нас есть на рожь один большой контракт поэтому мы собираемся не два поля вот этих вот и выполняем контракт а также у нас есть еще тепличный комплекс и в тепличном комплексе как видите уже тоже примерно все созрело уже тут ходят валероны собирают урожай правда их особо не видно потому что они скорее всего на складе сейчас там в картишки рубятся или что-то такое а если открыть меню ху мы увидим что идет плодоношение 93 процента уже собрано 472 куба огурчиков и это я все к чему это все к тому что у нас есть контрактики у нас есть контрактик на баклажаны которые мы сейчас сюда посеем вместо огурчиков и клубнички причем их три но один из них мы выполнить не успеем такая вот досадная ситуация еще здесь по времени тоже все не очень удобно сорок 24 часа 52 минуты короче надо будет очень оперативно все это делать но ладно баклажаны у нас следующий раз также у нас есть клубника которую мы тоже сегодня досеем досадим и два контракта на огурцы которые надо выполнять сегодня причем оба следующего по посева следующего созревания они бы не дождались оба они у нас грузится на жд станцию бокс номер восемь поэтому возьмемся и наш паровозик и и все по поводу мяса кстати мне писали что я не закрыл этот контракт это у нас не контракт это у нас поставка соответственно она не облагается штрафом если мы не все привезем сколько надо вот четыре часа с половиной этих пройдут 454 что я пятерку увидела с половиной подумал короче говоря он у нас сам пропадет так что сейчас наша задача отвести огурчики убрать рожь отвести вот эту вот клубничку засеять и сколько влезет баклажанчиков тоже засеять это понимаю пять поддонов из семи у нас здесь получится засеять и сколько у нас 5 из 8 получится да грустно три поддона мы не засеем какой-то контракт у нас пойдет в жопу и за это мы получим штраф увы да короче говоря погнали работать начинаем мы с вами друзья с уборки нашего урожая надо зарядить вот этот вот замечательный желтенький комбайн там сзади про нам пронесся ман он сейчас тут смотрит куда ему что как возить а мы едем тогда ставить этот замечательный комбайн на уборку так жатко надо тебя как-то подцепить его подцепилась тут нагружена конечно все довольно сильно громоздка вот так мы выруливаем отсюда выезжаем и ангар этот надо закрыть пожалуй я думаю да вообще у меня появились некоторые мысли по поводу наших полей и в общем-то эта мысль заключается в том чтобы продать 37 поле потому что что-то далеко ездить его убирать далеко ездить его сеять мне кажется вместо него имеет смысл купить например 4 5 или хотя бы 8 9 или на худой конец уже 19 поле которое тоже большое потому что ездить далеко мне не хочется мы как-то раз его по скидке взяли мне очень захотелось в общем то я уже начинаю об этом жалеть скорее всего мы переделаем все это дело обыграем плюс опять-таки мы не нуждаемся в траве 18 поле у нас есть оно небольшое его нужно то ли перепахать и под какую-то культуру завести то ли же так сложить жатку еще надо да вот так вот его нужно то ли перепахать на какую-то культуру то ли тоже продать потому что смысла от него особо нету то есть смысла от травы растущий на нем в общем-то эти ребятушки у нас как-нибудь справятся я уверен у них а мы погнали тогда на тепличке смотреть что там происходит то меня сейчас тут отвлекли время то шло еще не собрались сюда заводы тепличный комплекс где ты 95 процентов но значит у нас есть сейчас время перегнать сюда поезд потому что именно на поезде мы повезем наши огурчики наши огурчики на ж.д. станцию до погнали за поездом тогда у нас есть поезд и это хорошо да еще мне нравится то что можно быстро ходить тоже хорошее дело так с поезд у нас стоит здесь а куча вагонов да с вагонами мы тоже разберемся чуть попозже сейчас вагоны нас не очень интересуют так а сколько у нас там всего огурчиков потому что тут что-то мне кажется сейчас будет возня со сцепками 282 и 222 510 и у мать нам надо 6 вагонов здесь вот у нас стоит 5 до 1 2 3 4 5 и 1 вот здесь посередине но твою мать как нехорошо ладно зерновые сейчас мы тогда отгоняем на соседний путь там где у нас зерно хранится короче хитрая манипуляции мы сейчас сделаем а шо поделать до а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...